У нас сейчас формируются команды базового уровня, первого уровня, второго уровня. Вы переходите на третий уровень. И мы с вами уже однажды говорили о том, что этот класс, следующий класс будет называться экономика царства. Экономика царства. Я сейчас озвучу эти темы, которые у меня будут в программе. Я уже занималась этой программой, смотрела, что в этой связи мы можем взять себе для обучения. Мы предполагаем обучаться 6 месяцев. Всякий раз мы предполагаем, что школа, отдельный класс будет длиться 6 месяцев. Но буквально во всех классах, на всех уровнях Господь в этот раз, Он как-то так пролонгировал, и школа продолжалась у нас 9 месяцев. 9 месяцев. Сейчас идут заключительные уроки, и мы ожидали расписания апостольской школы, чтобы нам понять, когда мы с вами сделаем этот переход на следующий уровень. Для вас это не принципиально в том плане, что те люди, которые заявили о своем желании двигаться дальше, это вот она команда, уже составом, вы увидите новое название наверху, и старт предполагается в конце декабря, в начале января для всех классов буквально, начиная с базового уровня. Теперь по темам экономика царства. Преуспевание или бедность. Это основной пункт, там будут подпункты, подпункты, их там 7. Как пожинать во время спада. Примеры даяния Бога. Это не один урок, я еще раз говорю, это как бы основная тема, а там будут еще подтемы. И в каждой от 5 до 8 подпунктов, в каждом из этих названий, из этих тем, будет от 5 до 8 под тем. Примеры даяния Бога. Истина о деньгах. Заблуждение, следующая тема. Успешная жизнь. Седьмая тема. Приоритеты. Восьмая. Выгода от даяния. Девятая. Виды даяний. Десятая. Божье изобилие. Одиннадцатая. Кто стоит за бедностью. И двенадцатая, заключительная тема. Несколько важных шагов. Несколько важных шагов. Есть более обширные темы, которые будут занимать более продолжительное время. Есть более короткие темы. Это понятно для нас. Но экономика царства, это та сфера, как у нас говорят, деликатная сфера, которую мало кто берет для обучения. А нам, вот я, например, очень бы хотела в свое время, чтобы эта тема, она была озвучена. Потому что то, что сейчас мы видим и вызывает вопросы, может быть, у людей, то, как мы приходили в церковь, и первое, через что мы приткнулись, через десятину. То, что в церкви, в собрании, оказывается, собирают какие-то деньги. Собирают какие-то десятины. Что за десятина? Потом мы узнали, что это за десятина. И потом у кого-то пришло понимание этой десятины, у кого-то не пришло понимание десятины. Сколько их этих десятин? Оказывается, Писание говорит о каких-то трех десятинах в Ветхом Завете. Разные были десятины. И почему именно десятина? И вот на эту бы тему, вот на эту бы тему, не обрывочные какие-то бы сведения получить, а более базовые. Вот таким вот образом возник этот курс. И вы уже несколько, мы уже несколько сезонов вместе. И это уже третий класс обучения под названием «Экономика царства». Это вот следующий наш класс. И кому это интересно, можете сказать свое «Да». Мы движемся дальше. Кому это неинтересно, можете остаться в классе «Исцеление и освобождение». Там тоже много еще о чем можно поговорить. Есть моменты перехода людей на базовый уровень. Я не знаю, кто-то из наших лидеров говорил, что проходил этот базовый уровень шесть раз. Очень хорошая программа базового уровня. Она мне очень нравится. Нам не раз говорили о том, что когда вы начнете учить людей на базовом уровне, уровне активации даров Святого Духа, эта тема будет вас просто захватывать, переформатировать. И это действительно происходит. Потому что тема уникальная, очень уникальная тема, базовый курс. Мало кто из христиан, глядя на дары Духа Святого, считал, что это для него во всей полноте. И в этом есть острая необходимость. Мы смотрели на эти дары, мы читали о них и понимали, что, слава Богу, у меня есть дар говорения на ином языке. А все остальное, наверное, для кого-то. Для избранных, для лидеров, для тех, кто более зрелый, но не для меня. И через базовый курс мы поняли, оказывается, это для меня. И это не момент брать или не брать, это просто жизненно необходимо. Это моменты вообще выживания. Меня, как христианина, плюс ко всему, как я совершу трансляцию царства, если я буду говорить человеку Евангелие, буду говорить ему о доброй вести. И в чем эта добрая весть? Что в ад пойдешь, если не покаешься? В этом добрая весть. Даже само Евангелие, благовестие, оно поменяло свою направленность формата содержания. Это больше стало походить на трансляцию Божьего царства через дары. Кто ты человек, который подошел ко мне со Словом Божьим? А я пророк. Есть ли у тебя Слово к Богу? И я начну говорить. А Господь потечет через меня, и ты получишь ответы в свою жизнь. Это другой уровень Евангелия. Когда человек болен, и он на глазах у всех исцеляется. Всем нужен такой Бог. Поэтому немножечко я отступила от этой темы, но тем не менее это идет в контексте того, о чем мы с вами будем говорить сегодня. Я благодарна Богу за эту тему, и постараемся ее с вами максимально быстро взять, чтобы у нас было место для практики. Пророческо-апостольский сезон. И базовое место, которое мы с вами возьмем, базовая стихия из 10 главы Римлянам. Я прочитаю сейчас. Всякий, кто призовет имя Господне, 10 глава с 13 стиха, спасется. Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ну, понятно, что не по принципу Господи и спасся. Нет, не об этом речь. Это как раз диалог с Богом о своих грехах, о признании его божественной природой. Далее вы понимаете, о чем речь. Но как призывать того, в кого не веровали? Как веровать в того, о ком не слышали, не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Речь о чем? Об апостольском пророческом сезоне. И каждый из нас должен понять, что он апостольский человек. Он апостольский человек. И вот этот стих хорошо об этом говорит. «Как проповедовать, если не будут посланы?» Апостолы – это вот как раз посланные, это посланники. Это не звезды на погонах. Это об ответственности. Апостольство – это ответственность за то, как транслировать благую весть этому неверующему миру. Тех, кого Господь призывает в свое дело, тех, кого Он любит, тех, Он хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Любовь Его распространяется на всех. Но мы посланники от имени Христова. И давайте скажем «Аминь». Аминь. 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 А давайте еще по-другому скажем. Посланник переводится как «апостол». Мы апостолы от имени Христова. Давайте скажем так. «Я апостол от имени Христова». «Я апостол от имени Христова». «Я апостол от имени Христова». Аминь. Это не, как мы говорили, пророк и пророческий дар отличаются. Пророческий дар для всех пророков ставит Иисус. Сам себя пророком не поставишь. Как и здесь, апостол мы говорим в плане апостольского помазания, апостольского видения. Апостолов, самих апостолов ставит Иисус. И это разница между даром и призванием в дела руководства, призванием в телах Христа для определенной цели. Но апостольское помазание на каждом из нас, потому что Иисус сам, он апостол, его послали. Он пришел с небес, оставил свою божественную природу, пришел сюда, родился. Он посланный, он посланник, он апостол, исповедание нашего. Но дело в том, что и Дух Святой, который в нас, он тоже апостол. Иисус сказал, лучше, чтобы я ушел. Для вас лучше, чтобы я ушел. Ибо я умолю Отца своего небесного, чтобы он послал к вам Дух Святого. Дух Святой, он тоже послан. По просьбе Иисуса Христа, Дух Святой, он послан, и он в нас. И это помазание не может в нас ни бурлить, ни работать. Его тоже надо распечатывать через обновление разума, через понимание. Поэтому, говоря о духовных дарах, то, что они нам жизненно необходимы, то, что апостольское помазание, оно должно распечататься в наших сердцах, Мы сегодня поговорим немножечко о принципах служения духовных даров. Еще раз, еще раз. Каждое Божие движение, каждое Божие движение. Что оно брало всегда для того, чтобы стартовать? Берется редкое, сверхъестественное переживание человека, одного, может быть, нескольких, и передает это на многих. Каждое Божие движение. Вспомните Мартина Лютера. Янгус это почувствовал, Мартин Лютер это пережил. И вот их переживание, сверхъестественное переживание, оно потом было взято собранием, протестантским движением, и оно стало утверждаться. Берется особенное, уникальное, и делается это обычным. Для нас сейчас, но как же иначе, спасение, конечно. Это уникально, это особенно, но это и обычно. Обычно для нас. С этого начинается все. Были ли люди, которые пророчествовали перед приходом пророческого движения? Да, были. Были люди, которые пророчествовали перед приходом вот этого сезона восстановления Божьей истины, апостольского, пророческого сезона. Но их было немного. Какие очереди устраивались к пророкам, когда они приезжали? Их было немного. Были ли люди, которые говорили на иных языках перед приходом пятидесятнического движения? Да, были. Тоже были. Но именно пятидесятническое движение сделало это откровение доступным для каждого. Для каждого. Пророческое движение. То, в каком мы с вами... Это, кстати, давнее движение. Оно началось в 80-х годах. И нас тоже оно достигло. Приняло, принесло вот этот принцип служения им, как духовным даром. Пророческое служение по вере. Мы говорим с вами об этом. По мере веры. Римлянам 12.6. Имеешь ли пророчество? Пророчествуй по мере веры. Некоторые люди имеют больше веры, чем другие для пророчества. Некоторые имеют веру, чтобы пророчествовать. Для какой-то конкретной сферы, это тоже избрание такое, направленность. Этому дару будет дано расширение, но есть конкретная сфера. И если мы с вами имеем дар пророчества, то это не только для какого-то события, для каких-то обстоятельств. Вот мы с вами собрались на площадке. Здесь обучаемся, здесь практикуемся, здесь пророчествуем. Это уже стиль нашей жизни. Стиль нашей жизни. Потому что само пророчество, оно находится в одном ряду с такими служениями, как учение, руководство, гостеприимство. И находится в самом начале списка. Господь говорит, ревнуйте особенно о том, чтобы пророчествовать. И когда это становится стилем нашей жизни, да, по мере веры, по мере веры. Вера-то тоже она как дар. Вера-то она не просто наша, что Бог есть. Вера, имейте веру Божью, Марка говорит, имейте веру Божью. Ибо истинно говорю вам, если скажет кто, горе сей, поднимись и ввергнись в море, и не сомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Двигать горы человеческой веры мало. Нужна вера Божья. Поэтому говорю вам, все. Давайте скажем, все. Все. Это очень важное слово. Все и для каждого. Чего не попросите, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите и будет вам. И это уникальный момент. Давайте вот здесь вот посмотрим на активацию даров по вере. Для любого дара, абсолютно для любого дара. Принципы, которые мы с вами закладывали в основание вот этого нашего привития, нашего прихода сюда на площадку, которые применимы как для спасения, так и для крещения святых духов, так и проявления любого из девяти даров святого духа. Вот эти вот принципы. Мы их еще раз обозначим и посмотрим на них, как они работают в даре, ну для дара спасения. Самый такой понятный, принятый и необходимый. Мы понимаем, что сначала спасение, а потом все остальное. Поэтому мы посмотрим, как эти принципы работают на даре спасения, а потом посмотрим, как это сейчас откликается в активации любого из девяти даров. Первое учение, основанное на Божьем Слове. Учение из Божьего Слова. И давайте скажем «Аминь». Основанное на Божьем Слове. Аминь. Аминь. Основанное на Божьем Слове. Аминь. Аминь. Это вот то первое, что определяет истинность и правильность служения. Хорошо. Когда мы с вами слышим, вот только что мы с вами читали, как услышать, если, ну не скажут нам, да, откуда мы услышим и как мы узнаем про того Бога, в которого надо веровать, если не придет кто-то и не расскажет мне, а я не послушаю об этом. Так, послушать и принять Божье Слово. И начинается что? Начинает работать Божья Благодать, которая производит веру в сердце человека. И вот это желание формирует в сердце слушателя спастись. Надо спасаться. Немедленно надо спасаться. Мы слушаем и принимаем Божье Слово. И тоже давайте скажем «Аминь». Аминь скажем. Аминь. 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 Следующий принцип. Принимаем как? Принимаем по вере. Принимаем по вере. Это следующий пункт. И затем мы начинаем в рамках этой веры двигаться. Мы начинаем исповедовать, мы начинаем что-то делать. Это четвертая часть. Получается учение и Слово Божьего, слышание Слово Божьего этого, принятие по вере и дела веры. Начинаются дела веры. И вот давайте мы посмотрим, как этот дар работал для спасения людей. Учение. 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 На основании слова, которое одно из слов, их парочка была, основных ключевых, которые получил Мартин Лютер, вера от слышания, слышание от слова Божия. И сиение от дел, Божий дар. Вот это слово произвело в нем переворот. Мы говорим сейчас о спасении. Без учения и Слово Божие у нас не будет слышания, без слышания у нас не будет веры. И вот для того, чтобы спастись, человеку нужно сначала услышать либо проповедь, либо кто-то к нему приходит, непосредственно человек с ним диалог ведет, либо книгу какую-то прочитать. Он, этот человек, должен услышать о спасении по вере в Иисуса Христа. Вот это он сначала должен услышать. И в этом есть основания. Итак, вера от слышания, слышание, вот оно откуда, откуда берется вера и Слово Божьего. Хорошо, это первый пункт. Мы говорили о втором. Когда начинается слышание, Господь не оставляет нас один на один, с чем человеком, с которым мы разговариваем. Потому что работает благодать Божья. Господь спасает. Он нас посылает, чтобы мы говорили. Но на всем этом лежит особое помазание. Говорить истину Его. Говорить. Благодать Божья, которая производит веру, которая начинает работать, она и в нас как решимость работает. Мы говорим по вере, потому что мы сами прошли этим путем. И человек, который слышит, он тоже по благодати начинает, у него ухо открывается. Он, я не думаю, что человек, которым мы с вами говорим, что он до сего дня никогда не слышал об Иисусе Христе. Сейчас так много уже о нем говорится, но почему-то это слово еще не достигало его сердца и завета нет. Так вот, благодать Бога производит веру. Так вот, благодать Бога производит веру. Это второй шаг. В Эфисянам, во второй главе, с 8-9 стихи говорит, по благодати мы спасены через веру. Мы не иначе спасаемся, как по благодати через веру. Это Божий дар. Давайте скажем аминь. 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 Даже глядя на себя, даже глядя на себя прежнего, когда мы слушали, просто слушали, а когда мы стали принимать вот эти слова благодати, потому что она сама по себе благодать, она содействует к тому, чтобы человек начинал ощущать вот это желание сердца, веру в то, что ему говорят, в истинность этих слов. Вот эта вера как раз и является даром Бога. Эта благодать позволит у человека сформировать понимание, как он может спастись, как. И также образует у человека желание, ему надо спасение. Оказывается, мне нужно спасение. Я, оказывается, могу спастись. И я желаю этого спасения. Это вот слышать и принять. Слышать и принять. Следующий пункт. Принять по вере. Верить и принять. Мы говорим о том, что благодать Бога производит веру. Но человеку нужно... Вера появилась. Что дальше? Но человеку нужно употребить свою волю и принять решение. Конечно, он знает, что, ну, предположим, Бог есть. Ну, предположим, Иисус Христос – это истинный Бог. Но не сейчас. Но не сейчас. Я знаю об этом. Я слышала об этом. Но не сейчас. О чем мы и говорим с вами? Верить, принять. И человеку нужно употребить еще свою волю. Принять ее решение. Писание ясно говорит, что те, кто принял Иисуса Христа, принял Его, они просто поверили в то, что Бог есть, что Он творец, что Он не просто так все на земле. И не в это Он поверить должен. Он должен поверить и принять Иисуса Христа, чтобы стать Детем Божьим. Если они не изберут принять Иисуса Христа, потому что Он Спаситель. Это дар Бога Отца нам в Его лице как Спасителя. Через Него спасаемся. То чудесное обещание Бога спасения, оно активировано в человеке, не будет. Если будет вот этот вот разговор, а Бог у меня в сердце. Слышали такие разговоры? Я сердцем верю, я в церковь не хожу, Бог у меня в сердце, значит нигде. Как хочу, так и верю, как хочу, так и живу. А вот именно не имеет значения. Не имеет значения, как сильно человек может хотеть. Не имеет значения, как много у него знаний об этом. Они не спасутся. Сам себя христианином не назначишь. Они не спасутся. Им нужно принять. Принять, вот как раз вот употребить вот эту волю к принятию, к принятию Иисуса Христа как Спасителя. Избрать, верить в то, что сейчас говорится. И смотрите, здесь два аспекта. Человеку нужно принять это слово. Мы призываем Иисуса Христа. Нам нужно призвать Иисуса в свою жизнь. Каждому человеку. И принять, и призвать. А когда мы его призываем, мы еще и избираем верить в то, что он фактически пришел. Человеку нужно избрать Иисуса Христа, своим Господом и Спасителем. Принять его, заявить это, а затем еще и в это поверить, что он фактически пришел, когда мы его попросили. И давайте скажем аминь. Аминь. И это отличительные моменты, серьезные отличительные моменты. И последнее. Мы говорим уже о том, что начинается исповедание, начинаются определенные действия. Исповедовать Иисуса как Господа. Римлянам 10 глава 9 стих говорит, ибо сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Вот это исповедание или заявление устами, оно подобно, как вот не было света, пришли, щелк и есть свет. Мы с вами тоже говорили, ну как так? Человек сказал несколько слов, и он что спасенный, и запечатленный, и вечность ему принадлежит, и все. А вот так просто пришли и включили свет. После того, как мы пришли к человеку, привели человека в молитве к покаянию, для принятия Иисуса, привели человека, нам нужно дать ему возможность, ему, уже ему, исповедовать это своими устами. Обычно мы его спрашиваем об этом, готов ли ты сказать? И если он отвечает неопределенно, ну не сейчас, тогда, ну я не знаю, человек говорит, тогда мы работаем с этим человеком до тех пор, пока он сам не увидит, что Иисус стучится к нему, что он отвечает на его молитвы. У него начинается осознание, что те грехи, которые он совершал, оказывается, они уже на кресте, и мне-то предлагается любовь, а через это он войдет в мою жизнь, и наведет порядок. Вот тогда, тогда он уже своими устами заявляет, и его решения как бы активируют в нем этот дар спасения. Все, человек спасен, запечатлен, утвержден, вечность ему дарованной. Давайте скажем Аминь. 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 Почему мы сделали это на примере спасения? Самое пространство. Аминь. У людей есть понимание, что такое спасение. Сейчас вот позвольте объяснить, как эти же четыре шага используются в активации любого из девяти даров. Любого из девяти даров. Иные языки, истолкование, пророчество, слово мудрости, слово знания, развлечение духов, дар веры, дар исцеления, чудотворения. Вот это вот все. Первое, основание слова Божие. Первое мы говорили. Учение из Божьего слова. Ключевым стихом пророческого движения является первое послание к Коринфянам. Там есть дары. Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. И там дар пророчества он есть. Каждому дается проявление этого дара, проявление Духа Святого через нас на пользу. Плюс ко всему, к этим дарам на пользу. Мы говорили с вами о том, что слишком долго большинство христиан рассматривали дары Святого Духа как хорошие, замечательные, но не те, которые нам необходимы. Не те, которые могут использовать все, а только духовно избранные. Сами эти дары не только желательно, они необходимы. Они действительно показывают славу Божию. Славу Божию. Вот это та мера, мера славы Его, которую Господь транслирует через нас. Это первое. Основание есть. Слово Божье есть. Благодать Божья, которая начинает производить отслышание того, что это для нас, веру, веру и желание в нас, иметь эти дары. Как я уже говорила ранее, просто слышание, просто слышание, это один момент, а желание, я хочу этого, я буду в этом практиковаться, я буду в этом двигаться. Как мы были крещены Духом Святым? Вспоминаю основание этого дара. Я думала, что у меня было недостаточно веры. В то время, как ее было вполне достаточно, и четыре года за меня молились, и многие христиане думают, что у них недостаточно веры для даров Святого Духа, когда фактически они имеют больше, чем достаточно. Обычно, если у вас, у нас, у всех есть желание, это знак, что у нас вера есть, и это время начать ее использовать. Давайте скажем тоже Аминь. 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 Принять. Моменты принятия по вере. Принятия по вере. Очень интересный момент. Сначала мы спрашиваем, а затем получаем. Сначала мы верим и принимаем. Например, мы спрашиваем у Бога о причинах болезни. Или мы спрашиваем Бога, как он хочет благословить кого-то. Затем почти мгновенно появляется какая-то мысль. А откуда она взялась? Была ли эта мысль моя? Может, это я сам? Или Святой Дух дал мне ее? Возвращаемся назад, а затем вперед, чтобы это понять. Мы спросили у Господа о мысли, которую Он дал мне. Конечно, вы не уверены. Но по вере нам нужно сделать вторую часть, которая включает принятие того, о чем мы попросили. Таким же образом вера работает для спасения. Еще раз. Мы просим Иисуса войти в наше сердце. Попросили? Попросили. А затем что? А затем мы верим. Избираем верить в то, что Он это сделал. Аминь или не аминь? Сначала просим войти, а затем в это верим. Давайте скажем аминь. 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 Поэтому и с пророческим даром точно так же. Мы попросили у Господа, что Он хочет, как Он хочет благословить кого-то. А теперь мы верим в то, что те мысли, которые Он нам дал, от Господа. Для начала это уникальная вещь. Мы попросили у Иисуса войти в мое сердце. А затем верим в то, что Он вошел. То ли вошел, то ли не вошел. Но по мере движения в христианстве мы видим, что да, Он во мне. Дух Святой во мне. Он ночью песни во мне поет. Он Бога прославляет. Чем больше я нахожусь в слове, тем больше откровений. Это слово, которое я не понимала. Оно для меня распечатывается. Мы понимаем, что Он исполнил мою молитву. Я попросила. Он отреагировал. Он пришел. Точно так же с пророческим даром. Сначала то ли я, то ли он. То ли верно, то ли нет. Может быть, я сам. Но когда мы сделали эти вещи, основываясь на Писании, мы сказали, Он дает просто, Он дает без упреков. Он сказал, открой свои уста, я наполню. И я верю тебе, Господь. И то, что сейчас говорится, так говорю не я, так говорит Господь. И мы в это начинаем верить. И по мере нашего движения во Христе мы понимаем, что наши пророчества отличаются от тех, которые только начинают. В этом появляется глубина. В этом появляется широта. В этом появляются какие-то уже более тонкие, конкретные вещи. И давайте скажем Аминь. 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 Слава Богу. Слава Богу. И вот теперь наши действия. Последнее исповедание. Начало действий. Начало действий. Те мысли, которые, впечатления, которые Святой Дух дал нам, они есть. Но что делает человек? Что делает по вере? Мы спросили Бога о слове или впечатлении. И сейчас, когда мы это уже приняли, когда мы что-то чувствуем, что нам нужно сделать? Надо начать говорить. Это нужно высказать. Это ключ. Если мы этого не скажем, это не будет правильно. Мы не подтвердим, что это мысли от Господа. Когда это высказано, это будет исполнением той работы, работы этого дара, которую Господь послал нам исполнить. Вот это то, как по-настоящему работают дары откровения. Все дары откровения. Абсолютно. Полное доверие обещаниям Господа, что когда Он обещал, как с даром спасения, Он это и делает. На основании того, что мы Его об этом попросили. Инициатива за кем? Инициатива за нами. И давайте скажем Аминь. 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 Очень хороший разговор. Аминь. Очень хороший разговор. Я очень довольна этим разговором. Сегодня Господа с нами. Слава Богу, дорогие, мы начинаем пророчествовать. Мы начинаем пророчествовать. По вере, полностью доверяя, активируя, опять и опять ревнуя об этом даре, активируя этот дар. Мы с вами сейчас помолимся. И начнем. Я попрошу несколько человек, и мы начнем пророчествовать. Сейчас молимся. Включай микрофон. 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 давайте скажем аминь аминь галина крисанова затем лариса пчелинцева и затем татьяна бушуева давайте мы вот так вот начнем пророчествовать мы возьмем сейчас немножко времени для того чтобы понять для кого это слово для какой ситуации это слово и затем высвобождаем понимаем что как только мы озвучили это хочет ли господь говорить он не только хочет он говорит всегда поэтому вот этот минутка несколько секунд тишины минутка тишины это как бы настроиться на правильную волну наш радиоприемник наша антенка настраивается на господа и буквально 10 секунд тишины и затем можно начинать я отключила елену марасину потому что вы видели шум в эфире хорошо дорогие начинаем пожалуйста галина аллилуйя дуга святой драгоценный сэммоника тири церет и катри тири да аллилуйя дети мои возлюбленные мои принцессы мои я в облёк вас светлые одежды вы прекрасны моих очах вы великолепны моих очах вы оснащены полностью и не говорите что у вас чего то не хватает потому что я всем вас оснастил берите пользуйтесь побеждайте я наделяю вас силы властью моим могуществом которые внутри вас не сомневайтесь вы сидите со мной на небесах и я все покорил под ноги ваши все покорено пользуйтесь тем что я совершил на голгофе победа совершена кровь за все пролита и поэтому враг побежден и лишен всякой силы и власти над вами над вашими ближними над городами пользуйтесь этим владейте всем несите этот свет и победу мою в этот мир потому что я родил вас для этого аминь давайте скажем аминь аминь и персональная персональная галя комминут персональная елена марасина ты прекрасно и не сомневайся ты моя драгоценная возлюбленная и смотри на других как то говорит как то поступает ты моя и я тебя люблю я тебя создал и я тебя формирую я тебя поднимаю и восхищаю на свои высоты потому что ты моя драгоценность ты бриллиант моих руках который я шлифую и он начинает сверкать гранями красоты красоты и света красоты и величия я твой папа приходи ко мне садись ко мне на колени и рассказывай просто как как ребенок просто как ребенок рассказывай все что есть у тебя на сердце а я ворочую а я подниму а я под не совершу и целю и сделаю все во благо тебе аминь 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 давайте скажем аминь дело в том что мы сейчас вот можем как бы каждому из говорящих ушла усложняет задачу потому что как только позвучит еще будет еще одно пророческое слово для одного человека и это тот поток от господа который не иссякнет поэтому галина еще таня бушуева и моя дочь такая прекрасная возлюбленная я наполнил тебя даром я наполнил тебя способностями и твои руки они для меня очень важны и твое сердце оно тоже для меня очень важно поэтому открывай свое сердце передо мною открывай его все 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 что есть там все открывай чтобы ничего потаенного не осталось потому что я тебя люблю я хочу войти светом своим исцелением своим засеять семенами любви все что где-то были какие-то тернии потому что я папа твой я папочка ты склоняешь колени ко мне и говоришь папочка я папочка твой который хочет изменять твое сердце и все заполнить своей любовью чтобы моя любовь через тебя она проистекала во все стороны чтобы ты была полностью исцелена в духе душе теле и только этот живительной любви я на все окружающие аминь 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 замечательно вот мы сейчас сделаем что я вообще ничего не буду говорить сейчас начнет лена зорина а затем татьяна бушуева продолжит когда лена завершит а потом и всех вас поблагодарим от всего сердца лена пожалуйста начинаем когда лариса лариса конечно же лариса не лена лариса мы говорили значит и лена тоже лариса пожалуйста начинайте так говорит господь дитева дети мои вы как орлята и вы учитесь летать и вас вдохновляет вдохновляет этот полет и теплые ветра которые подхватывают вас мои руки они они для вас как бастион и как основание вы опираетесь на меня но я ловлю вас если вы неправильно взяли курс или сбились пути и опять направляю опять направляю в ту русло в которое я хочу и которая вам во благо поэтому дети мои учитесь учитесь постигать и видеть большие цели которые вас вдохновят и проблеме которые не обрушаться на вас и не задавят вас потому что у вас цель у вас большая цель и вы движетесь и не воды не будут вас даже утопить не могут вас куда-то в сторону унести моя рука над вами и под вами и везде и всюду я поэтому я вас благословляю летайте мои орлы для кати придихиной катюшечки дочь моя мы пойдем и все сможем потому что я в тебе и ты давишь мне я сейчас хочу чтобы ты решила был у тебя было внутри была решимость сделать шаг по воде я жду этого по вере дочь моя и мы пойдем и сделаем поэтому давай 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 доченька я жду тебя я протягиваю к тебе руки иди сделай этот шаг аминь аминь спасибо лариса леночки власовой доченька я ношу тебя на руках я люблю тебя и ласкаю тебя у своей груди потому что ты дорога потому что я вижу как мужественно переносишь как ты твердо стоишь на моем основании как не любишь меня я очень это в тебе я очень люблю тебя я направляю тебя направляет тебя твой взгляд направляю туда куда я хочу чтобы ты смотрела поэтому не протився а посмотри посмотри не под ноги свои посмотри на небо на небо на небо где моя слава я с этой силой и слава могущество приду и совершу и еще больше совершу так что все удивятся а ты будешь славить меня ликовать и возвещать о всех чудесах моих аминь аминь спасибо господь супер конечно продолжаем продолжаем я так вас люблю дорогие мои дорогие мои вы как звезды я зажигаю каждую я дотрагиваюсь до вас я одеваю эту корону и она светит необыкновенным светом и этот свет он не только дает свет он дает тепло он несет он несет мудрость он несет слух он освещает и сокрушает темноту и вы мои посланники и вы мой свет который несете каждый в своем месте на своей земле в своем доме и от вас зажигаются другие будьте моим светом будьте моим светом светите аминь я ларисы пчелинцы душенька моя ты как ранняя птичка в полях я слышу твой голос твое пение мне очень нравится твой голос и твое пение я радуюсь о тебе сердце мое ликует о тебе ты как полевой цветок который разносит пыльцу и приносит радость эту на окружение ты несешь вот эту пыльцу сладость слова моего благословляю тебя я радуюсь за тебя и направляю тебя распространяя это слово не останавливайся пусть ничто тебя не остановит пусть ничто тебя не отвлечет будь в этом полете будь в этом полете слово божье божье весь евангелие слово моего аминь аминь замечательно у нас есть еще несколько минут от служения огромное спасибо тем кто пророчествовал это невероятно вы уже так пророчествуете это заслушаться можно это конечно дар развивается какими-то космическими темпами аллилуйя спасибо галя спасибо лариса спасибо татьяна прошу прощения за ошибочку и тем не менее мы продолжим кто еще хочет пророчествовать у нас есть время можно я оля да я же не зря лен я же в духе да я тебя уже объявила давай лена лена зорина я хочу пророчествовать оле стефанович а дочь моя возлюбленная а подними глаза свои на небо что ты там видишь ты видишь это красивое голубое небо лазурное ты часто восхищаешься этим небом и по нему плывут пушистые белые облака которые движутся которые движутся ты видишь движение на небе и это не случайно я там я там но я настолько близок к тебе одновременно что ты даже иногда не можешь представить насколько я близок к тебе и я говорю тебе я говорю тебе всегда я тебе говорю всегда через это небо через эти облака через то что ты думаешь и сомневаешься что я это тебе говорю но это я всегда с тобой просто когда ты хочешь пообщаться со мной подними глаза на небо и ты увидишь эту красоту а а эта красота и есть я я в этом творение я и всегда не сомневайся всегда всегда делай это и я всегда с тобою я всегда тебе говорю на короткое на коротком очень проводе я твой любящий господь аминь жалко что оля с нами нет она прослушает это в записи получит благословение хорошо дорогие спасибо она есть оля о с это оля же по моему это оля салина так что оля салина это слово для вас потому что оля стефанович с нами нет хорошо хорошо дорогие завершаем наше служение оля да принимайте это огромное привилегия вот как господь в этот раз сделал такой интересный реверанс лента думала что она для оля стефанович говорит слово оказалось что для вас переслушайте очень хорошо дорогие спасибо вам за участие за присутствие за этот удивительный просто невероятной красоты пророческий поток миром божьим дорогие хорошего окончания недели вам шалом